Всем привет! Канал Покашеварим и мы едем сегодня попробовать какое-то новое итальянское меню от Макдонс. Новое итальянское меню, которое из года в год одно и то же, но оно каждый раз, сука, новое. И сегодня мы попробуем итальянское меню 2019. Я серьезно не смотрел даже в инете, что-то входит. Сейчас подъедем к Маку, а мы уже к нему подъехали и посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! А вот меню по-итальянски, все, что на картинке здесь нарисовано, это вот оно. Да, и написано по-итальянски вкусно. Вот, по-итальянски вкусно. Нам тогда все меню. Сколько стоит все меню? И напитки тоже. И напитки тоже, и мороженое, и что там вот я видел. И пирожок. А я не вижу мороженое. А, да, извините. Пока не вижу и не уеду. Все, пойдет. 122, спасибо за заказ. Спасибо вам. Все меню итальянское стоит 582 рубля. Но мы уже пробовали вот эту колу Макфис. Мы тогда с Витей какой-то чизбургер приезжали пробовать. Ну, мне будет больше все вот это нравится. Она привычная, скажем так, ее можно в бутылке купить. Раньше была, в всяком случае, вот карамельная или как-то называется обычная. Да, я такую никогда не пил. Не пил? Нет. Она подавалась в 90-х, что ли, можно сказать, ну тысяча. Вот это зашипись, кстати. И нет, это не выпуск Давидовича для дамы. Абсолютно точно нет. И мы не Гордею сейчас едем. Мы пробовать новое меню. Итальян. И, кстати, честно признаюсь, полторы тысячи раз. Я не умею отжиматься даже за день. Три тысячи приседаний я тоже вряд ли сделаю. Но уж ответить на полторы тысячи писем, ну, может быть, можно постараться. Раз. Два. И. И. Панине Тоскана называется. В том году это назывался Григмак, по-моему, да, Дим? Похож на Григмак, да. Да не, ну это и есть Григмак. Сейчас попробую. Я помню вкус. Вот пирожок по-итальянски. Вот этого я не помню. Это что-то новое. А передайте привет каналу. Привет, покашеварю. Чего вы сейчас не захлопнули? Дверь захлопнули. Благодарю. Спасибо за каждое слово. Да, всего доброго. Поддержишь? Держи. 582 рубля, за что мы отдали. Кока-кола стоит 75 рублей. Панине Тоскана, оно же Григмак, стоит 179 рублей. Пирожок по-итальянски всего 59. Адекватные цены. И Макфлори Делюк 105 рублей. С него и начнем, потому что он адски тает. Макфлори Делюк. Мой любимый Макфлори, это с карамель. Ты видал, что плеснулось там, блин, лошади. Огромная, да. Короче, с карамелью и шоколадом это топчик Макфлори. Здесь же клубничное варенье, которое мы знаем, оно у них есть стандартно. И какие-то типа печенюхи. Что-то непонятно, вот эти шоколадные штуки. Это то ли очень твердый бисквит, то ли мягкие шоколадки. Но это бисквит все-таки. Короче, плотный такой бисквитик, который, на удивление, кстати, не размок ни разу. Довольно милая консистенция вот этих штучек шоколадных. Мне скорее нравится. Нормальный Макфлори. Все равно с карамелью и шоколадом вкуснее. Но это тоже пойдет. Макфлори вообще хорошо. Панини Тоскана. Не от слова Тоска, а от слова Тоскана. Вот что, слушай, ну она, мне кажется, немножко отличается от григмака, который мы в том году ели, потому что, как минимум, не было рукколы. Могу ошибаться. Давайте посмотрим, что внутри. Мелко нарезанный салат айсберг, соус цадзики и две говяжьи котлеты. А я не вижу лук. Наверное, лук тоже мелко резанный, скорее всего. Мне почему-то кажется, был то ли базилик, то ли что-то такое. Но, возможно, это то же самое. Сыр тут белый, а-ля моцарелла. Два помидорки, две котлетки обычные из бигмака. Руккола и соус. Ну, чесночный вот этот вот, тысяча островов, наверное, у них называется. И нормальная такая лепешка. Если бы год назад я бы, наверное, вот это вот нюхал и пробовал бы, я бы сказал, фу, руккола. Я сейчас уже не молодею. Я, черт подери, начал любить рукколу. Серьезно, я начал любить вонючие продукты, которые кому-то кажутся клопами. То есть, раньше мне кинза не нравилась, сейчас кинза это топчик. Руккола не нравилась, сейчас начинает нравиться. Оливки тоже самое. Не знаю, напишите в комментариях, вот, были ли у вас такие переломные моменты, когда вы какой-то продукт терпеть не могли и потом стали любить. У меня такое было, серьезно. И до сих пор это продолжается. Короче, запах мне сейчас нравится. Руккола очень в тему. В общем, больше всего в этой булке мне понравился лук, который я сначала не заметил. Сейчас он мне попался, лучок похрустел. Настроение хорошее. В целом, ощущение сухомятки от него. Ну, такой не грустной сухомятки, когда ты просто ешь зачерстевшую булочку. Я не знаю, кто в ближайшее время из моих зрителей такой ел. Я такой давно не ощущал. А такая сухомятка не совсем грустная. Сухомятка, типа норм, можно съесть. Но соус, вы видели, соус лишь на половине булки. Соответственно, вот я сейчас съел эту половину, где был соус. И то мне показалось суховато. Я буду доедать эту булку и будет совсем сухо. Тут помидорчик, соус более-менее нормально. Восторга от вкуса нет. Опять-таки, те, кто любит рукколу, им понравится. Потому что привкус рукколы, он присутствует. Это хорошо. Пожалуй, все-таки нет. Не сильно зашел. Но у нас есть еще пирожок. Пирожок. Давай попробуем. Вот это что-то новенькое. Для потребления на территории предприятия. С информацией о реализуемых товарах можете ознакомиться в уголке потребителя. Продукт может содержать косточки. Вот это капец. Просто адская надпись. Во-первых, я не должен есть здесь. Я должен был есть у них на месте. А во-вторых, там могут быть кости. Чьи, непонятно. Мировые вкусы в Макдональдс. Итак, что такое пирожок по-итальянски? Слава богу, он хотя бы один. Боже мой. Я думал, тут две штучки будет, как в маракуйи. Это было бы довольно обломно. Оба-на! А, смотри, тут очень томатненько. И все как бы. Это томаты, там болгарский перец, что ли, и сыр. Как будто бы я что-то подобное уже ел. В общем, вот он пирожок. Слушай, 60 рублей. Да почему нет? Этот пирожок вообще капитально контрастирует по сочности. Если григмак сухомятка, то здесь прям... Ну, то есть вот представьте, соус для пиццы внутри пирожка. Вот такие ощущения. То есть это очень влажно, очень хорошо. Чуть-чуть перчененько, солененько, ароматненько и немножко там сыра. И отдельно хочу респекнуть вот этому тесту. Это не тесто, как в пирожках сладких. Такое фритюрное, да, вы понимаете? Хотя оно тоже нормальное. Ну, фритюрный пирожок, что в нем плохого может быть? Это как будто бы под запеченное тесто. То есть такое похоже немножко даже на тесто для пиццы. Короче, пирожку респект. Любопытно, вкусно и сочненько. И недорого, кстати. Как всегда, не получилось эпично. Экспресс-тест напитков. Блин, у нас дикая клюква. Макфлори Делюкс. Напиток, блин. Вот начал читать, понимаю, что ошибаюсь. И все равно дочитал до конца. Вот дебил. Кока-кола Макфис и Мохито Итальян. Давай просто... Мы уже их пробовали-то осветить. Ну, сейчас вот прям все вместе они у меня здесь. И давай выберем лидера. Они мне почему-то не добавили лед. Причем я отдельно не просил этого не делать. Но не добавили лед. И вот пока мы доехали, помимо того, что растаяло мороженое, еще и подогрелись напитки. Короче, дикая клюква. Фигня какая-то. Вот кока-кола ванила норм. Реально. Вот это, наверное, называется... Кока-кола, наверное, Макфис. Вот ванильный такой привкус. 75 рублей. Нормально. Ну и вот этот... Ой, фу, он еще хуже стал. Мама дорогая, вот это вообще редкостная бескусица. То есть, если раньше был химический привкус, то теперь даже этого химического привкуса нет. Очень, очень, очень где-то отдаленно чувствуется вкус мяты. То ли это из-за того, что я до этого попил вот те сладкие напитки, то ли у них что-то с сиропами. И здесь причем есть лед. Вообще не понял логики Макдональдса. Там лед не положили. Тут положили. У тех вкус есть, хоть не у всех хороший, а у этого вкуса нет. Но есть зато лед. Зашибись вообще, Виталия попил. Слушай, реально шляпа. В общем, Кока-Кола Макфис вот из этих трех самые адекватные. Ее брать можно. Она похожа на колу ванила. Возможно, это вообще она и есть. В общем, ее брать смело можно. Стоят они все по 75 рублей. Лучше... Вот, Blackstar Pepsi там. Колоба, Pepsi-колоба. Сегодня что-то вообще всех знаменитых. Мы и Давидович вспомнили, и Егора Крид. Блин, ушел Егор Крид из Blackstar, понял? Вчера смотрю обращение, Тимати говорит, все, ушел. Все нормально, говорит, у нас. Наконец-то. Егорка освободил место для нового таланта. Видимо. Короче, новое меню McDonald's. Реально вот мне запомнится. В этом году исключительно пирожком. Пирожок зашибись. Вкусный, сочный, ароматный сырочек. Все нормально. И адекватная цена. Григмак этот, он же Panini Toscano. Он же в следующем году еще какое-нибудь новое название. Суховат. Вот суховат. Да, может быть, вкус неплохой, как бы, в целом, из-за соуса. Обычный вот этот чесночный Heinz, который некоторые кладут, блин, в салат Цезарь. То есть, ну, для некоторых норм в Цезарь такой соус добавить. Нет, здесь он в тему больше. Руккола хорошо, но все-таки нет. Я бы не стал покупать. У Диньки спрашивают, что будем какую-нибудь оценку ставить? Он почему-то сказал, что в Макдональдсе не ставим. А что? А они что у нас в каком-то... Что? Что? Почему мы им не ставим оценку? Да потому что они постоянно какие-нибудь новинки. Они же старинки делают. Да что их оценивать? В общем, вы поняли мое мнение. Хотите заезжать? Ну, лучше, если уж в Макдональдс, лучше. Чизбургер, Биг Мак, Биг Тейст. Все. Это мой выбор. Выбор по кашеварям. Пойду. 3000 приседаний мне надо сделать. Да не, легко. Сотку можно сделать. У меня 10 уже. 3000 вообще не вопрос. Ух. Д скажи в МакдональдсCam, Ух. 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 Продолжение следует...